Привет! Меня зовут Ира, и это мой канал о русском по-русски. Сегодня у нас видео о фонетике. И в этом видео мы с вами, во-первых, поговорим о том, какая разница между буквой и звуком, а также мы узнаем, что такое звонкие и глухие звуки, и научимся правильно произносить их. Если эта тема вам интересна, продолжайте смотреть видео. Итак, давайте начнем с того, что мы вспомним, какая разница между буквой и звуком. Для этого мы посмотрим сюда. Вот сюда. Это буква. Это буква. Б. То, что мы пишем, это буква. То, из чего состоит наше слово, это буквы. Но когда мы читаем это слово, мы уже произносим звуки. Это значит, что каждая буква дает какой-то звук. Например, буква Б может давать два звука. Первый звук Б и второй звук П. И здесь мы можем с вами поговорить о том, что такое звонкий звук и что такое глухой звук. Послушайте, как я произношу. Б. Б. Вы слышите? Я использую голос. Если я использую голос, это звонкий звук. А теперь послушайте, как я произношу этот звук. П. Я не использую голос. Если я не использую голос, это глухой звук. Некоторые буквы могут давать два звука и даже больше. Но мы сегодня говорим только о звонких и глухих звуках. А некоторые буквы только один звук. Например, здесь есть только один звук. П. П. Только глухой звук. Я не использую голос. Давайте посмотрим на остальные буквы. Здесь у нас может быть два звука. звук В. Звук В. Звук В. Звонкий. Звук Ф. Глухой. А здесь только один звук. Только звук Ф. Глухой. Здесь у нас может быть звук Г. Звонкий. И звук К. Глухой. А здесь только глухой звук. Только звук К. звук З. Звонкий. И звук З. Звонкий. И звук С. Глухой. А здесь звук З. Звонкий. И звук С. Глухой. А здесь только звук Ш. Глухой. А вот здесь я забыла написать. Только звук Ш. Ш. Не использую голос. Это глухой звук. Но у нас также есть вот такие и вот такие буквы. Их я рекомендую запомнить. Вот эти буквы особенные. У них есть только звонкий звук. Здесь звук. Здесь звук Л. 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 Я использую голос. Это звонкий звук. М. М. Тоже звонкий. Н. Н. Звонкий. Р. 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 Звонкий. Только звонкий. А у этих букв, как и у этих, только глухой звук. Х. Ц. Ч. Ч. Щ. Отлично. Вам нужно это запомнить. И для того, чтобы мы сейчас немного потренировались их произносить, давайте прочитаем все эти звуки вместе. Только звуки. Б. Б. П. 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 В. Ф. 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 Г. К. 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 Д. Т. 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 З. С. 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 Ж. Ш. 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 Л. Л. М. Н. Р. Х. Ц. Ч. Ш. Ш. Не. Ч. Ш. 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 Отлично. Теперь вы умеете произносить и звонкие, и глухие звуки. Но у вас, конечно, есть вопрос. А как понимать, когда какой звук нужно выбрать? И мы с вами сейчас посмотрим на несколько правил, которые помогут вам запомнить, когда нужно произносить звонкий звук, а когда глухой. Итак, первое правило, которое мы должны знать. Если такая буква в конце слова, то мы должны произносить глухой звук. Например, у нас есть слово ДУП. ДУП. В конце буква Б. Мы с вами видели, что буква Б может давать два звука. Б. Б. Звонкий. Б. Глухой. И мы с вами знаем, что это конец слова. И знаем правило. Значит, здесь мы должны произносить глухой звук. ДУП. ДУП. Но если у нас, например, будет вот такое слово. Ударение в этом слове здесь. Мы прочитаем это слово ДУБЫ. ДУБЫ. Не ТУПЫ. Нет. ДУБЫ. Потому что здесь это не конец слова. Последняя буква И. Надеюсь, что это понятно. Посмотрим еще на несколько примеров. НОЖ. НОЖ. Конец слова. Я читаю Ш. НОЖ. Стоп. Стоп. А здесь у нас нет варианта, потому что мы помним, что здесь у нас есть только один звук. Только глухой П. Поэтому здесь нам не надо выбирать, какой вариант использовать. Мы просто произносим глухой звук. Стоп. СОХ. То же самое. У нас есть только глухой звук. Х. СОХ. Прочитаем еще раз. ДУБ. НОЖ. Стоп. СОХ. Отлично. Так, это было первое правило. Посмотрим на второе правило. Если у нас ситуация, когда у нас есть какая-то буква, которая может давать два звука, и потом у нас глухой звук, то мы это читаем как глухой звук. Сейчас покажу пример. НОЖКА. НОЖКА. Здесь у нас две буквы. Мы знаем, что эта буква всегда дает звук К. Глухой звук. Если это глухой звук, то значит это мы тоже должны читать как глухой звук. НОЖКА. 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 Отлично. Посмотрим на следующее слово. ГУБКА. ГУБКА. Та же самая ситуация. Здесь звук К. Это глухой звук. Значит это мы тоже должны читать как глухой звук. ГУБКА. ГУБКА. НЕ ГУБКА. ГУБКА. Так, посмотрим еще на одно слово. Здесь у нас вообще целых три согласных вместе. Но мы будем смотреть на вот эти две. ЗАВТРА. 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 Вы слышите, что я произношу ЗАВТРА. Почему? Потому что у нас глухой звук Т. ЗАВТРА. ЗАВТРА. Не ЗАВТРА. Нет. ЗАВТРА. Отлично. Прочитаем эти слова еще раз. НОЖКА. ГУБКА. ЗАВТРА. Отлично. Так, посмотрим на третье правило. Если у нас ситуация, когда у нас сначала глухой звук, а потом звонкий, то ЭТА мы будем читать как звонкий. Например, ФУДБОЛ. ФУДБОЛ. Мы смотрим сюда. Б. Это звонкий звук. И ЭТА глухой звук. Этот звук будет влиять на этот звук. И мы будем этот читать звонко. ФУДБОЛ. ФУДБОЛ. Отлично. Или еще одно слово. ВОКЗАЛ. ВОКЗАЛ. Посмотрите. ЗАВТРА. Это звонкий звук. И значит, здесь мы тоже читаем звонко. ВОКЗАЛ. И вы спросите меня, как так? Ведь, Ира, ты говорила, что эта буква или эта буква дает только один звук. Да, но иногда другие звуки могут влиять на эти звуки, и эти звуки могут становиться звонкими. Такое бывает. Давайте еще раз прочитаем эти слова. ФУДБОЛ. ВОКЗАЛ. СУПЕР. Но обратите внимание, что вот это третье правило работает не всегда, то есть есть исключения. Да, я знаю, в русском языке всегда есть какие-то исключения. Какие исключения? Если вот здесь буквы вот эти, то мы не читаем глухой звук как звонкий. Нет. Вот эти буквы, а точнее звуки, которые они дают, не влияют на этот звук. Покажу пример. ПЛАН. ПЛАН. Мы знаем, что эта буква дает звук Л. Звук Л звонкий. Но это исключение, он не влияет на этот звук. И мы все равно читаем П. ПЛАН. Не БЛАН. Нет. ПЛАН. БУКВА. БУКВА. Мы видим здесь В. Эта буква, она дает и звонкий, и глухой. Но это исключение, она не влияет. И поэтому мы говорим БУКВА. Не БУГВА. Нет. Давайте сейчас вместе прочитаем остальные слова. СМОЛА. СМОЛА. Читаем С. Не З. СНОВА. 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 Тоже читаем С. КРОТ. КРОТ. Читаем К. Отлично. Ну что, это три правила, которые помогут вам знать, когда мы читаем глухой и когда мы читаем звонкий звук. Пожалуйста, не забывайте, что в первом правиле важно, что мы говорим именно о конце слова. Только в таком случае мы говорим, что здесь оглушается звук, то есть становится глухим. Я хотела посоветовать вам книгу, которую я уже показывала в других моих видео о фонетике. Вот такая книга. Я покажу ее ближе. Я очень люблю эту книгу и часто использую ее на занятиях с моими студентами. Здесь, кроме фонетики, есть лексика и грамматика, но я ценю эту книгу за ее теорию и задания по фонетике. Здесь есть упражнения, здесь есть теория. И что мне еще нравится, здесь в конце книги есть вот такие картинки и описание того, как вы должны все поставить в вашем рту, чтобы вы правильно произнесли звук. Я напишу название этой книги в описании видео и, если смогу, я найду ссылки на сайты, где можно ее купить. Я не нашла ее в электронном виде, но постараюсь найти для вас в магазинах, в которых можно ее купить. И вы знаете, что я всегда предлагаю вам что-то, чтобы вы могли потренироваться, работать с темой, о которой мы говорили в видео. Поэтому заходите на мой сайт о русском по-русски и там вы найдете задание. Вы сможете потренироваться, работать с глухими и звонкими звуками. Ссылку на мой сайт я оставлю внизу в описании видео. Спасибо, что вы посмотрели это видео. Надеюсь, что оно было для вас интересным и, конечно, полезным. Напишите в комментариях, нравится ли вам видео о фонетике. Если да, то я постараюсь снимать больше таких видео. Желаю вам удачи в изучении русского языка и до встречи в новом видео, которое выйдет, надеюсь, как всегда, в понедельник в 9 часов утра. Пока!